Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пример последовательного режима... Пациент режет на животе... Шаг за шагом продвигается иголочка... Иголка находится... Когда внутри образования... Выполняется выстрел с помощью биопсийного пистолета... Осуществляется забор материала... Для патоморфологического исследования... Основное такое условие... Это малая вероятность повреждения... Органов, сосудов, критически важных структур... Мы можем достаточно спокойно работать в этой зоне... И не бояться каких-либо осложнений... Вот последовательный режим... Такое постепенное продвигание иглы... С периодическим контролем... Визуальным... С помощью выполнения компьютерно-томографических сканов... Второй вариант... Это применение технологии КТ-флюроскопии... Как я уже сказал... Этот вариант сопряжен с лучевой нагрузкой на врача... Врач находится непосредственно около пациента... В режиме реального времени... Смотрит на экран... Продвигает иглу до цели... И выполняет забор материала... Когда этот метод наиболее применим... Это какие-то более мелкие новообразования... Расположенные глубоко в паренхеме... На диафрагмальных структурах... Которые активно смещаются при дыхании... То есть тогда, когда нам очень важен... Качественный визуальный контроль... Например, достаточно небольшое новообразование... Верхней долей легкого... И под контролем КТ-флюроскопии... В этот оттяжок... Врач восстановил иглу... И выполнил биопсию... После биопсии выполняется, как правило... Контроль зоны вмешательства... И мы с вами видим... Зону уплотнения паренхемипотипа матового стекла... Это внутрилегочное кровоизлияние... Ничего страшного... Для пациента в подобной ситуации нет... И третий вариант реализации процедуры... Это использование навигационных систем... Их достаточно большое количество... На сегодняшний день присутствует... В доступе... Ну, может быть... Не так много серийных образцов... Но, тем не менее... Которые позволяют спозиционировать иглу таким образом... Чтобы по заранее намеченной траектории... Вести ее в необходимое положение... В чем минус... В частности, например... Представленные на слайде технологии... В том, что мы все-таки вводим... Хоть и вводим иглу по изначально заданной траектории... Но, тем не менее, вводим ее вслепую... Да, если пациент вдруг пошевелился... Если глубоко вдохнул... То мы рискуем в эту цель не попасть... Но, как альтернатива двум предыдущим методикам... Такой вариант тоже возможен... Когда мы с вами планируем выполнить биопсию... Нам мы должны для себя... Эту процедуру разложить на несколько этапов... Ну, для начала... Оценить возможные... Оценить показания... И возможные риски подобного вмешательства... Да... Сопоставить клинические данные... Лучевые... И понять, нам вообще... Нужно затеваться с подобным вмешательством... Или стоит прибегнуть... К какому-то альтернативному варианту... Ведения пациента... Если вы все-таки уже определились... О том, что биопсия вам нужна... Тут уж надо как следует... Все спланировать... Выбрать цель на КТ... Определиться... То ли это будет тонкоигольно-спирационная биопсия... То ли трепанная биопсия... Выбрать оптимальный доступ... На животе... На боку... На спине... Угол ведения иглы... Ее траекторию... Если у вас такая есть возможность... Выбрать тот или иной режим... Вмешательства... То это может быть... Либо, как уже было сказано... Последовательный вариант... Левроскопия... Применение навигационной системы... И спланировать... Или предположить... Те возможные осложнения... С которыми вы столкнетесь... И будете готовы их решать... После выполнения самой процедуры... Нам нужно запланировать... Выполнение контрольных мероприятий... Это может быть... Либо... Регеновское исследование... Либо повторная компьютерная томография... Чтобы визуализировать... Пневмоторакс... Или гемоторакс... Быть готовым к борьбе с осложнениями... Которые могут быть в виде тяжелых вариантов... Или более легкое течение иметь... И в конечном счете... Нужно будет через некоторое время... Оценить тот полученный результат... Которого мы достигли... Если вдруг результаты отрицательные... Лаборатория нам присылает данные о том... Что опухоль не обнаружена... Мы должны для себя провести анализ... И определиться... То ли это истинно ложно... Истинно отрицательный результат... То есть опухоли нет... Либо мы все-таки не попали... И тогда... Возможно нужно будет спланировать... Повторную биопсию... Попробуем определиться с показаниями... Относительные противопоказания... Мы заглянем прежде всего в анализы... Посмотрим сколько пациентов тромбоцитов... Их хотя бы должно быть 50... На 10,9 литра... Если меньше значения... То с опаской будем подходить... Подобные вмешательства... Особенно если новообразование... Расположено интерпаранхематозно... Посмотрим на показатели свертываемости... На МНО... Которое должно быть более 1,5 литра... Оценим другие особенности пациента... Его функцию внешнего дыхания... Вообще способен он задерживать дыхание... При необходимости... То ли это самостоятельное дыхание... То ли искусственная вентиляция легких... Отменим ему заранее... Эти коагулянты... Хочу обратить внимание... Что если пациент принимает аспирин... Или какие-то кардиальные формы... То не стоит их отменять... Они не повышают риск кровотечения... Какие еще... Какие клинические факторы риска присутствуют... Кроме приема... Приема... Эти коагулянтов... Это женский пол... Старшевозрастная группа... Активное курение... Обструктивная болезнь... Легкие воскулиты... Трансплантированная легкая... И особо аккуратно работаем... Если у пациента выполнена пневмоноктомия... Биопсии на единственное легком... Всегда чреваты... Возникновением тяжелых осложнений... В случае возникновения пневмоторакса... Прежде чем выполнять саму биопсию... Мы посмотрим на данные компьютерной томографии... Той, которая выполнялась ему до этого... Это может быть... Либо нативная компьютерная томография... Либо, что лучше... Компьютерная томография с внутривенным контрастированием... Которая позволит нам оценить... Перфузию новообразования... И исключить его сосудистую природу... Также, если здорово... Если у пациента есть... Радионуклидные методы исследования... Это нам позволит выбрать... Наиболее функционально активную часть новообразования... И выполнить забор материала именно там. В качестве анестезии может быть использована... Как местная, так и общая анестезия... Но подавляющее большинство подобных процедур... Можно реализовать под местной анестезией. Немножко подробнее становимся на некоторых моментах... Выбор операционного доступа. Как я уже говорил... Оптимальный вариант это все-таки на животе. Это связано с тем, что задние отделы легкого смещаются менее активно. Поэтому всегда у вас есть шанс более точно попасть в нужное новообразование. Мы выбираем какую-то кратчайшую траекторию. Угол с плеврой желательно, чтобы был больше 50 градусов. Угол между плеврой и иглой оптимальный идти через рубец... Какой-то другой участок фиброзной ткани лучше, чем пневматизированную ткань. И важно стараться избегать участков эмфиземы, междолевой щель. Не пропунктировать и не попасть в крупные бронхи и сосуды. Казалось бы, вот пример, да... Такое неудобное расположенное новообразование, спрятанное за лопаткой. Если мы попытаемся к нему из заднего доступа подобраться, то неминуемо нам нужно будет пройти через легочную паранхему. Однако всегда можно выбрать какой-то другой вариант доступа, да... Который нам позволит избежать прохождения иглы через пневматизированную легочную ткань, особенно при таком суплевральном расположении новообразования. Вот такой в данной ситуации был выбран доступ. Когда вы определяетесь, какую иголочку вам использовать, то надо помнить, да, что трепанобиопсия все-таки всегда более информативна, чем тонкоигольная спирационная биопсия. Связано это с тем, что мы здесь получаем фрагмент ткани, который может быть полноценным исследованием гистологически, да, необходимые молекулярно, молекулярные тесты могут быть поставлены. А трепанобиопсия — это все-таки мазок на стекло, и здесь мы только либо увидим опухолевые клетки, либо их не увидим, да. Говоря о выборе толщины иглы, то здесь иглы могут быть использованы совершенно разные, но хотя бы минимально это 20 гейдж. Более тонкие иглы — это уже, как правило, очень тонкий столбик, не позволяет адекватным образом провести необходимый анализ. Для разметки могут быть использованы различные варианты меток, но в повседневной практике достаточно использовать такую вот скрепку, которую, расположив, например, в проекции очага, мы всегда сможем потом найти на компьютерных томограммах и определиться с точкой вколы. По поводу наблюдения после биопсии. Ну, первое, да, чего мы ждем? Некоторых осложнений, либо пневмоторис, который может быть симптомный или без симптомов кровотечения, который также может быть либо значимым, либо незначимым. Всегда помню, что небольшое кровотечение или кровохарканье после процедуры — это вполне себе норма и не требует каких-то особых манипуляций. И сколько наблюдать пациента после проведения вмешательства. Ну, как правило, если осложнения возникают, они развиваются уже непосредственно после процедуры или в первый час после выполнения вмешательства. Поэтому, как правило, процедуру выполнили, если все в порядке и нет никаких у вас подозрений о том, что какое-то осложнение возникло, то иногда можно пациента в этой ситуации отпустить. Но если вы видите хотя бы какой-то минимальный пневмоторис, если вдруг какое-то хоть и незначительное количество жидкости в плевральной полости появилось, то за таким пациентом, конечно, нужно понаблюдать. Выполнить в том числе ему повторные исследования со срочкой примерно час-два и убедиться, что данные проявления не нарастают. Еще немножко подробнее про осложнение, что при выполнении транстракальной биопсии с использованием трепанной биопсии и тонкогольной биопсии есть некоторая разница в осложнениях, но, тем не менее, разница такая не очень существенная. Тяжелые возникают при трепанной биопсии примерно в 6% случаев. При эмотораксе у каждого четвертого пациента при этом дренировании требует каждые 6 пациентов из сотни. Кровозлияние примерно в 18% пациентов возникает. По поводу пневмоторакса, как уже было отмечено, у каждого пятого пациента, но не каждый такой пневмоторакс, помним, что требует дренирования, только небольшое количество из них. На какой-то клинической картине подробно останавливаться не будем, не буду, она хорошо всем известна. Какие риски того, что пневмоторакс возникнет? Это глубокое расположение новообразования или наличие эмфиземы легкого. Какие факторы снижают риск развития пневмоторакса? Это плевральное сращение, прилежание новообразования к плевре или его локализация в средостении. Кровотечение. Громко сказано, что у каждого практически второго пациента, но мы помним, что небольшое кровоизлияние вокруг похода биопсийного канала или вокруг новообразования это норма после выполнения биопсии, а серьезные кровотечения возникают в небольшом проценте случаев. Кровохарканье у каждого десятого пациента. Кровотечение. Какие факторы увеличивают риск кровотечения? Это женский пол, возраст более 60 лет и наличие эмфиземы. Субсолидные новообразования глубоко расположены и нарушение свертывающей системы крови. Не повышает риск легочной гипертензии и, как уже отмечалось, прием аспирина. Посмотрим биопсия образования, которое расположено паравертебрально. В нижней долю легкого, казалось бы, ничто не предвещает беды. Иголочка подведена к опухоли. Выполнен забор биопсийного материала. Но после вмешательства мы видим небольшое количество крови в плевральной полости. Такое количество не требует никакой эвакуации. При дальнейшем наблюдении вставало стабильным, поэтому мы смогли пациента отпустить. Редкие осторождение воздушной эмболия, метастазирование вдоль биопсийного канала, летальный исход. Редкие они поэтому и называются. Редкие, потому что возникают в единичных случаях. Но, тем не менее, чтобы их избежать, необходимо помнить, что надо стараться не проходить через крупные сосуды и бронхи, чтобы не образовалась бронхососудистая или бронхополивральная фистола, которая будет приводить к развитию каких-то жизнеугрожающих состояний. Помните, что транстракальная биопсия метод достаточно информативный. Чувствительность и специфичность приближаются к 100%. Точность тоже соответствующие показатели имеют. Поэтому, если вы научитесь подобную процедуру реализовать, то, несомненно, успех будет вам в этом плане сопутствовать. Что повышает вероятность получения положительного результата? Это применение методики КТ-флюороскопии, когда мы имеем дело с маленькими новообразованиями. Это выбор в сторону трепанной биопсии по сравнению с тонкоигольно-испирационной биопсией. Выбор забор нескольких образцов и размерного образования от 1 до 3 см. Какие факторы снижают информативность транстракальной биопсии? Это применение тонкоигольно-испирационной биопсии, забор малого количества образцов, локализация новообразования в нижней доле легкого, его слишком маленькие или слишком большие размеры, что, в частности, связано с тем, что внутри, как правило, возникает зона некроза и доброкачественная теология новообразования. Посмотрим еще несколько иллюстраций. Образование в легком тоже расположено паравертебрально, подведена иголочка к плевре, с успехом достигли опухоли и выполнили забор биопсидного материала, после этого проконтролировали зону воздействия, но никакого неископления жидкости, неископления газа в поливральной полости не обнаруживаем. Помним, что предпочтительнее задний паравертебральный доступ, так как при этом происходит минимальная экскурсия легкого и используем минимально короткий трек для того, чтобы добраться до опухоли. Еще один пример. Такое же небольшое новообразование в легком. К нему подведена игла, выполняется забор биопсидного материала, но также для себя помним следующее, что когда мы осуществляем выстрел, помним, что игла продвигается еще вглубь примерно на 1,5-2 см, и нам важно не повредить те критически важные структуры, которые расположены по ходу траектории иглы. Еще один пример. Также небольшое новообразование. Также с успехом до него добрались, выполнили забор биопсидного материала, и помним, что вводя иглу, мы стараемся все-таки не проходить ни через крупные бронхи, ни через крупные сосуды, чтобы не вызвать осложнений. Еще один пример. Новообразование расположено, очевидно, близко к корню легкого, и видим зону консолидированной легочной ткани, которая тянется до плевры, и поэтому, выполнив просмотр изображения, мы видим, что это действительно отелектаз и новообразование, и мы как раз в качестве доступа выбираем эту отелектазированную легочную ткань, стараемся не идти через воздушную паранхему легкого, тем самым профилактируя возможное попадание газа в плевральную полость. Стараемся идти через отелектаз. Еще один пример. Образование переднего средостей недостаточно неоднородное. Казалось бы, без разницы, из какой части опухоли брать биопсию, но тем не менее, если мы проведем оценку позиторонной эмиссионной томографии, совмещенную с компьютерной томографией, то видим, что метаболическая активность в этом новообразовании неоднородна. Есть участок с высокой метаболической активностью, а есть с гипометаболизмом. Поэтому стараемся взять как раз из той части, которая с высокой активностью. Это повысит вероятность успеха. Оцениваем радионуклеидные методы перед исследованием. Еще один пример. Тоже образование близкое к корню легкого. Видим его неоднородность. Есть какой-то участок, который, видимо, уже некортизировался, а есть зона более плотная, и как раз из нее стараемся забрать биопсийный материал. После процедуры обнаруживаем пневмоторакс и с успехом дренируем плевральную полость, и этот пневмоторакс эвакуируем. Поэтому всегда, когда выполняем биопсию, мы должны быть готовы к тем осложнениям, которые неотступно сопутствуют любому интервенционному вмешательству. Еще один пример. Тоже новообразование. Перевертебральные добрались до плевры иглой, выполнили забор биопсийного материала. Однако после процедуры видим скопление жидкости, небольшое скопление жидкости плевральной полости. Казалось бы, в общем-то, не так и много. Может быть, и пациента отпустить можно было бы, да. Но если мы продолжим наблюдение, то не всегда такое количество крови остается стабильным. Буквально уже через полчаса субтотальный гемоторакс, практически вся плевральная полость занята свертками крови. Пациент поехал в операционную, пришлось эти свертки извлекать. Подведем некоторые итоги, да. Что необходимо для себя уяснить, что трансторакальная биопсия под контролем компьютерной томографии требует тщательной предоперационной подготовки и планирования, да, потому что мы можем столкнуться с некими серьезными осложнениями и со своей стороны должны быть готовы к борьбе с ними. Но в то же время сама по себе процедура обладает высокой диагностической информативностью при ее правильном выполнении. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok